Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас вновь на моем канале. Спасибо, что сюда заглянули. Каждый раз заглядывайте, смотрите мои видео. Мне реально безумно приятно читать все ваши комментарии. А сегодня у нас по многочисленным запросам гость нашего с вами торжества, так скажем, зачем мы с вами, собственно говоря, собрались из-за курочки гриль. Сегодня сходила и наконец-то купила в Браво. Также у нас здесь обычные фрусти. Не очень холодные. Последнее время, знаете, прям ледяную воду я не пью, потому что у меня уже болит горло. Не уверена, что все смогу съесть, но постараюсь хотя бы большую часть съесть. Потому что курочка килограмм. Маленьких не было. Все хотят цыпленочка, но, к сожалению, у Браво нет. Такую курицу я купила за 7 монат. Я думаю, что цена приемлемая. Если бы сама бы готовила, где-то приблизительно столько же мне и обошлось бы. Микрофон сегодня немного разместила подальше. А то в прошлый раз, когда сидела в таком положении, когда монтировала видео, я обнаружила, что несколько раз прям было... Слышно, как я дышу в микрофон. Это очень неприятно. И комментарии по этому поводу были. Поэтому я решила в этот раз быть умнее. В общем, сегодня... Нам пришла бумажка. Обычно у нас всегда... В дверь что-то кладут. Либо какие-то новые сервисы доставки. Либо новые какие-то услуги. И мама даже не обратила внимания. Положила на стол. И забыли. Сегодня... Я вижу... Сейчас даже покажу вам листок. Нет, унесла в другую комнату. В общем... Оказывается, это уведомление о том, что... Нам скоро отключат свет. Прикиньте. Оказывается, мы уже три месяца не платим за свет. Представляете? И там написано, что... 26 числа нам отключат свет. А насколько я слышала, потом включить это целое морокко... Ты просто не можешь пойти в блок и взять и включить свой свет. Это незаконно. Ты должен вызывать человека... Из организации. А он хрен знает, когда придет. В общем, сложный процесс. Я думаю, как хорошо, что я увидела эту бумажку... И просто со скоростью света заплатила. Ладно, еще как-то... Без интернета жить. А как жить без света? Это вдвойне, втройне сложно, ребят. Вот. Слава богу, эта проблема решена. Да и вообще, вы знаете, я всегда плачу на 4-5 месяцев вперед. Я плачу определенную сумму, которая остается на балансе. И каждый месяц, сколько я, мы... Тратим электричество, вычитываясь из этой суммы. Ну, мне кажется, у всех так. Я просто это делаю потому, что знаю, что 100% забуду. А по-любому за свет нужно платить. Вот. Один раз был такой случай, я помню. Мы снимали квартиру, когда только переехали в Баку. И у нас даже в квартире не было холодильника. Настолько мы плохо жили. И к нам пришли службы организации света. Я не знаю, как у вас это называется. У нас это называется Азарыших. И пытались выяснить, почему у нас такой маленький чек за свет. А в этой квартире, которую мы снимали, там не было ни холодильника, не было телевизора. Единственное, там просто горела одна лампочка и все. Почему взяли такое бюджетное жилье, так скажем? Потому что мы большую часть своего времени проводили в деревне. Поэтому к нам пришли с проверкой, что как вы живете, если вы вообще не используете электричество. Так стыдно стало, когда они пришли. И увидели, в каком мы состоянии. Они-то пришли нас штрафовать, а оказалось, что нет. Наоборот, надо милостыню давать. Там на самом деле не настолько все плачевно было. Дело в том, что мы большинство времени были в деревне. Три месяца. И плюс там даже не было холодильника. Естественно, что нам за свет приходило там, не знаю, пару рублей. И все. То есть мы уже купили эту квартиру. И уже, в принципе, здесь можно было жить. Но там лежали наши некоторые вещи, поэтому эта комната еще снималась. Вот такая вот ситуация у нас была. А до этого до нас получается. Эту квартиру долгое время никто не снимал. И она пустовала. И тоже получается, что за свет приходило просто минимум. И тут мы такие живем. Слава богу, вопрос я решила. Вот. А еще я видела сейчас, вот буквально 5 минут назад, видео про айфон 12. Мне прям очень интересно было посмотреть. И вы знаете, я очень сильно разочаровалась. Пока что это слухи, правда. Но говорят, что в комплекте айфона 12 не будет ни зарядки, ни наушников. Это они делают для того, чтобы люди покупали айрпудсы. А нет денег из леса. Не знаю, насколько правда или нет. Я пока что с этим хожу. И я пока что меняться... Меняться. Менять телефон не собираюсь. Но просто было интересно, потому что Фатя собирается покупать новый телефон. Но она, скорее всего, как у меня будет брать. Просто когда выйдет 12. Мой будет стоить еще дешевле. И все, вуаля, бери. Перерадуйся жизни. Я обожаю кожицу. Мама говорит, что она обгоревшая. Но нет. В этом как раз таки и фишка. Их куриц. Сверху такой соус. Внутри... Короче, посмотрела я. И поняла, что 12 точно я обойду стороной. Хотя я человек, который любит часто менять телефоны. Ближайшие годы я точно буду гонять с этим. Как же вкусно, ребята. Я просто очень давно уже хотела курочку-гриль. Просто бредила. Смотрите, внутри. Внутри здесь из помидор сделали такой соус и залили внутрь. И внутри, получается, он хорошенько пропитался. то, что надо. Как надо. Ой, как вкусно. Когда я работала в магазине техники. Ребята, вы не представляете, сколько людей приходило с одинаковой проблемой. Покупают телефоны, айфоны дешево, с рук. А потом оказывается, что телефон в кредите оплачено, там, не знаю, два месяца и все. Взял, продал. А что делать теперь новому покупателю? Обращаться в полицию или что? Там такая система. Если ты покупаешь телефон и вовремя не платишь за кредит, тебе просто закрывают телефон. Чтобы избежать этих проблем, люди брали, покупали телефон, потом перепродавали, исчезали в неизвестном направлении. И все, человек оставался один на один со своей проблемой. И он даже точно сказать, у кого он купил имя, фамилию, отчество, и то не мог. У нас тоже есть сайты, что-то вроде Авито. Люди видят там телефон новый, все дела. Цена хорошая, почему нет. Взял, встретился, купил, не взял никакие данные, не взял паспорт, ксерокопию и так далее. Ничего не выяснил. Просто взял и пошел домой радостно. 20 дней телефон работал и все. А потом ты хочешь дозвониться до человека, который тебе продал. Абонент, ой, абонент временно недоступен решать свои проблемы как хочешь. осталось только грудка. Грудку я, честно, не настолько люблю, как, например, крылышки, горлышко. и все остальные части. Могу, конечно, съесть, но такой прям любви нету, к сожалению. Такие пироги, ребята, не давайте себя обманывать. Если покупаете телефон с рук, перепроверяйте всегда. потому что таким клиентам мы просто разводили руками и говорили, что идите, обращайтесь в полицию. Мы тут уже ни при чем. Что мы можем сделать? Мы же не у нас купили. после этого я на самом деле побаиваюсь покупать поддержанные телефоны. У меня была подруга, она всегда покупала поддержанные телефоны, у нее никогда таких проблем не было. Она говорила, зачем переплачивать, если можно купить телефон, который использовался, не знаю, 2-3 месяца, дешевле 1000 на 8. С одной стороны правильно, но с другой стороны мне неохота, чтобы потом у меня голова болела ходить, разбираться, писать заявление, выяснять, а что, а как. Достал из коробки новой ты используешь и все. Либо покупать у знакомых. У нас, например, в деревне очень круто. Хочешь продать телефон, скажи соседу. Я продаю телефон. Тот скажет другому соседу, а тот другому. и все. Обязательно кто-нибудь купит. Ну, правда, все хотят дешево. Ну, хоть какие-то деньги. Вот у меня, например, в шкафчике лежат сейчас четыре телефона старых. Со школы еще. Слайдер. Сейчас вот никому не продашь. Вовремя не продала. Подумала, пусть останется, понадобится. Сейчас вышли новые телефоны, кому нужен кнопочный телефон без Wi-Fi. никому. Даже моя бабушка хочет перейти на телефон с Wi-Fi. И телефон с Wi-Fi. телефон с Wi-Fi. И телефон с Wi-Fi. курина. сочная, вкусная. Курочка сочная, вкусная. что ничего не надо к ней даже кетчуп не надо и так вкусно осталось половину грудки всем желаю приятного аппетита удачного дня спасибо что досмотрели до конца обязательно подписывайтесь на мой инстаграм ссылочка будет внизу